Улетают в родные края. Нет, не дембеля, а депутаты Государственной Думы. Последнюю неделю каждого месяца они проводят на территориях, население которых и делегировало законодателей в Нижнюю Палату Российского Парламента. В 20-х числах ноября столичный десант высадился и в Архангельске. А значит, у северян, которые не могут достучаться со своими проблемами до местных чиновников, появилась хорошая возможность заручиться поддержкой народных избранников федерального уровня. Рассчитывают на нее и жильцы дома номер 184 по проспекту Троицкий. У нас разбитые дороги перед домом, и люди, которые здесь живут с 68-го года, когда дом был построен, говорят, что не наблюдали, что за это время вообще когда-то ремонтировались дороги. Я хожу здесь с коляской, ну и постоянно захожу в лужи. Покумекали жильцы, да и направили местную активистку Веру Кожанову на прием к депутату Госдумы Елене Второгиной. Она во власти человек не новый и хорошо знает, на какие рычаги нужно нажимать, чтобы повлиять на решение проблем избирателей. Я стала это практиковать, чтобы не только уже я отвечала на вопросы, а чтобы со мной рядом сидел чиновник из такого департамента, по какому заявитель обращается. То ли это тепло, то ли там еще газификация, любые вопросы. Чтобы не одна я говорила, хорошо, я разберусь, там завтра отвечу. А прямо при заявителе уже они получили полный ответ. Получила его и Вера Кожанова. Дорожно-ремонтное будущее коснется проблемного внутридворового проезда, похоже уже в следующем году. Благо, Единая Россия продвинула в Думе соответствующую программу. Это внутри дворовой территории. Отдельный проект, который заложен в федеральный бюджет. И мы, конечно, поможем сегодня городу и субъекту в ремонте дворовых территорий. На подобных встречах тема ЖКХ ключевая. Лишний раз в этом убедился и Андрей Палкин. Статус депутата Госдумы позволяет ему не просто направлять запросы местным властям, а требовать исполнения обязательств перед населением. А потому на следующий же день после общения с горожанами Единая Россия отправилась на социальные стройки столицы Поморья. 31 декабря завершается третий этап программы по переселению граждан из аварийного фонда. В Архангельске к Новому году должны расселить 26 тысяч квадратных метров аварийки. К концу декабря более 400 квартир должны обрести своих хозяев. И здесь строители, похоже, укладываются в график. Чего не скажешь о четвертом, заключительном этапе программы. На этой площадке компания «Суор» из Чувашии возводит 4 дома на 859 квартир. Сдать их нужно к 1 сентября. Однако отставание от графика уже в несколько месяцев. Отставание связано, прежде всего, с логистикой. То есть есть небольшие проблемы с поставкой именно железобетона. То есть это сваи в данный момент. В декабре подрядчик обещает наверстать упущенное. Если этого не произойдет, Андрей Палкин спросит не только со строителей, но и с чиновников, курирующих объект. Я пообещал, что возьму на свой личный контроль именно эту площадку. По той простой причине нам-то это чревато именно тем, что сорвав данный подряд, мы попадаем не только в недополученные квадратные методы, мы попадаем на штрафные санкции со стороны Минстроя. И исходя из этого, нам не хотелось бы попадать в черные списки еще по реализации последующих программ, которые будут так или иначе действовать в нашем регионе. А вот пример, когда финансированием строительства пришлось заниматься самим гражданам. В конце октября на деревянном мостике через реку Ваганиха, что в Маймаксанском округе Архангельска, провалился КАМАЗ. Технику вытащили, брешь осталось. Для обитателей садово-огороднического некоммерческого товарищества «Лесная поляна» это не просто мост, это дорога жизни. В случае что, только здесь могут проехать скорая или, например, пожарная. Поедут ли сейчас – большой вопрос. Например, один из подрядчиков уже отказывается переправлять на тот берег трактор для расчистки снега, как раз из-за разрушения моста. Активисты сонд «Лесная поляна» кое-как его подлатали, обеспечив проезд для легковых машин. А заодно решили полностью реконструировать мост. Обратились и к руководству города. Оно, в свою очередь, к 25-му лесозаводу. В итоге дачники безвозмездно получили 150 бревен для проведения работ. «Горсвет» предоставил бесхозные бетонные тумбы для фундамента. Сами граждане скинулись по 1000 рублей, накопили 400. Эту сумму получит подрядная организация, которая и будет заниматься обновлением моста. Только вот вопрос, почему капитальным ремонтом моста занимаются сами жители, а не местная власть? Зам. мэра по хозяйственной части Петухова Елена Викторовна нам сказала, что три года как ремонтироваться не будет, пока не будет поставлен на баланс. Так как у них 80 судебных решений, и на 8 миллиардов, и мост наш тоже не будет ходить в первоочередную, план работы. В общем, денег нет, но вы держитесь. Продержались домовладельцы из лесной поляны до приезда депутата Дмитрия Юркова. Пошли с проблемой к нему на прием. Единоросс пообещал лишний раз потревожить не только городские власти, но и прокуратуру. Иногда не только деньги нужны, а нужно еще додавить в правовом поле. Этот мост будет принят на баланс города, и дальше уже обслуживание этого моста будет как раз уже выполняться за счет муниципального бюджета. Подобных вопросов на второй для депутатов региональной недели была масса. Так же, как и встречи с избирателями в различных муниципальных образованиях региона. На сущные проблемы области народные избранники обсудили и с губернатором. Нельзя забывать, что представители региона в Госдуме – еще и мощные лоббисты, которые должны оставить интересы родного края. Например, мы очень надеемся, что в следующем году у нас не срежут деньги по Ягринскому мосту. То есть вопросы, например, железнодорожного моста в Архангельске. То есть вот наша задача, чтобы в регионах создавались проекты, проектно-освязные документации, да, а мы уже со своего уровня должны как раз привлекать федеральные средства для того, чтобы развивался регион. Масштабные долгосрочные региональные проекты требуют постоянного внимания и кропотливого труда законодателей. Судить о результатах этой работы недавно избранных депутатов пока рано. Но так на то она и региональная неделя, что представители области в Госдуме регулярно отчитывались перед гражданами. Алексей Карельский, Артем Юдин. 7 дней в регионе.